Возможно, Вы уже пользуетесь документом оборотом или только присматриваетесь к документу обороту на интернет для покупки. Этот вегенер Вам подойдет, если Вы интересуетесь функционалом для проектного управления. Многие из Вас, кто уже пользуется системой, знают, как она выглядит. Для тех, кто смотрит на функционал интернет-оборот впервые, пусть видит, что здесь не очень сильно отличается интерфейс от других программ на платформе 1С. Что ж, тут для того, чтобы включить опцию учета по проектам системы документа оборота, нам необходимо немножко задлиннительно строить программы. Я это показываю для того, что если Вы сейчас пользуетесь документом оборотом, но не пользуетесь управлением проектами, то на тестовой базе Вы сможете в своей организации включить опцию и, скажем так, смотреть, как именно образом она работает. Потому что понятно, что на примере, возможно, я всего не покажу, а Вам будет интереснее заниматься по итогу нашего вегинара. Мы зашли настройки программы, настройки проекта по трудозатрат и включаем галочку учет по проектам. Эта опция включает и раздел проекта, который мы сейчас посмотрим, и другие реквизиты в документах, а также в мероприятиях, которые относятся к проектам. И сохраняем наши настройки. Какие-то здесь есть тоже другие опции, мы позже к ней еще вернемся, в частности с контрольным точкам. Здесь обязательно укажите настройки, если Вы уже настраиваете сами, вы решили включить опцию, чтобы одна единица деятельности у Вас получат, и с одной единиц трудозатрат получила этот час. Так удобнее работать. Вы знаете, обычно с проекта эти данные нам переносят сюда. Мы бы хотели, чтобы эти данные с проекта нам переносились сюда. Давайте посмотрим, что мы включили с Вами. В разделе «Совместная работа» у нас появился вот такой раздел проекта. Если мы зайдем, здесь это демонстрационная база. Опять же таки, тут у нас есть дополненные проекты. Мы с Вами сегодня будем создавать проект наш для примера. Но в Вашей базе возможно точно будет пустой список, где Вы сами или с помощью Вашего консультанта по документам создаете папочки, в которых хранятся Ваши проекты. Также стоит отметить, что перед тем, как приступать к работе с проектами, необходимо заполнить справочник видов проектов. справочник видов проектов предназначен для категоризации верхнеуровневой и заполняется самим видами проектов, которые у Вас есть в организации. здесь нет четкого антиологического указания, какими должны быть виды проектов. Вы заполняете сами теми видами проектов, которые у Вас используются. в данном случае это может быть проектические проекты, IT-проекты, общие и т.д. Создаете карточку вида проекта и показываете опция. Практика хранится по папочкам, это тоже для Вашего удобства, для удобства использования. Если у нас будет 40 проектов или 50 или больше, понятно, что нам нужно их таким образом распределять. Тем более распределять права на просмотр проекта. Обычно с включением опции использовать проектный учет, системный документ и оборот, все пользователи могут просматривать проекты. Но при этом в настройках папочек мы можем ограничить права для пользователей или для подразделения. Вот таким образом. В принципе, настройки прав занимаются специалисты, которые запускают Вам систему обычную. Но также можно прямо посмотреть, как все устроено. Для того, чтобы создать проект, у нас есть два варианта. Мы можем его создать кнопочкой «Создать» обычно здесь. И открывается для заполнения карточка проекта. Еще секундочку посмотрю. Возможно, что-то пишите в чате. Буду иногда заглядывать туда. А, есть картинка. Хорошо. Отлично. Это первый вариант, как можно создать проект. Давайте заполним некоторые реквизиты. Пройдемся. И затем покажу второй вариант, каким образом состоится проект. У нас сегодня с вами тестовый пример. заполним. Заполним его номинование и описание. Заполним руководителя проекта, начало и окончание. Здесь в поле «Заказчик» мы можем указать как внешнего заказчика, так и внутреннего. Внутренние проекты по автоматизации у нас может быть функциональным заказчиком, допустим, хозяйственный отдел, к примеру. Если это внешний проект, то понятно, что здесь мы указываем контрагенты, для которых мы этот проект не выполним. То есть по сотрудникам или по контрагентам. Гриф – это гриф доступа. Есть общий эстет. И, в принципе, эта опция отключается, если у вас гриф доступа не используется на предприятии. Состояние проекта изменяется здесь и имеет такие показатели. Вид проекта – это именно тот реквизит, о котором мы только что с вами говорили. Вид проекта, который мы создаем с вами на основании этих видов проектов, которые у нас будут использоваться. И указываем его здесь. Организация наша. Если у нас много гирлиц, то мы указываем здесь из наших гирлиц, с какой организацией относится. И также подразделение. Например, в данном случае, если у нас заказчик галтерия, то мы можем указать галтерия, но это не обязательно. Реквизит трудозапраты здесь, он можно указать вручную, но понятно, что мы с вами все работали с проектами, знаем, что трудозапраты он должен заполняться и заполняться. Из плана проекта, из плановых трудозапрат в плане проекта по тем задачам, которые мы заполнили. На текущий момент можем нажать «Записать», для того, чтобы наша карточка записалась. И посмотрим, что у нас есть в других закладках. Обратите внимание, у нас есть закладка «Проектная команда». Здесь мы добавляем исполнителей задач, проектных задач, которые у нас будут их выполнять. А также есть рабочая группа. Здесь мы добавляем пользователей, которые имеют право на просмотр или изменение самой карточки нашего проекта. отличаются тем, что сотрудников, которые мы указали в праздной команде, можно будет выбрать исполнительные методы для задач. Потом покажу, как это делать обязательно, когда будем выполнять наш план проекта. В этом случае мы хотим для примера показать нескольких сотрудников, которые у нас будут принимать непосредственно участие в проекте, как исполнителя. Как водителя проекта, помним, что заполняем мы теперь руководители проекта. Они, естественно, право на изменение карточки проекта, а также плана и других средств. То есть заполнили проектную команду потенциальными исполнителями. Заполнили рабочую группу через сотрудники, для которых мы хотим открыть доступ к просмотру или изменению карточки этого проекта. Если мы оставляем рабочую группу пустой, то помним, что по умолчанию все сотрудники смогут просмотреть карточку нашего проекта. И понятно, что заполнить или не выполнить рабочую группу, смотрите сами, как у вас заложена в организации по части распространения оправы. Сейчас будем оставлять пустой. Карточки настройки. Пойдемся быстренько, чтобы вы не пугались. Здесь буквально несколько опций, на которые стоит обратить внимание и обязательно заполнить. Это не то, что заполнить. Заполняются реквизиты не сами, но проконтролировать их выполнение обязательно. Графика работы. Указываем тот график работы, который у вас используется на предприятии, но при этом обратите внимание, что если мы будем использовать загрузку проекта из проекта, это второй вариант создания проекта, нам обязательно нужно указать графику работы основной графики. Иначе у нас будут неприятные ошибки при попытке импорта. в плане проекта. Убираем способ планирования. Тут понятно. Папочка, где особенно хранится карточка нашего проекта. Как видите, мы ее создавали уже из созданной папки. Соответственно, проект размещен в данной папке. Для каждого проекта тоже есть возможность указывать свои единицы длительной спецкого заплаты. Я рекомендую оставлять человека часы и ехать часы. В свойствах у нас отражаются дополнительные реквизиты, которые нам необходимы для данного проекта. Иначе, скорее, хочу обратить внимание на то, что какие-либо реквизиты, которых вам не хватает, их можно в простом пользовательском режиме либо самому, либо с помощью консультанта-аналитика добавить и пользоваться. Здесь уже у нас есть, скажем так, для примера доработанный один реквизит. Остается очень просто. И, соответственно, выбирается так же. И записываем. Так. Посмотрев вопросов, в принципе, нет. Продолжаем. У нас есть два варианта введения проекта. Это планирование с помощью культурной декомпозиции работать. Здесь есть, сейчас нет, будет дерево задачи. И с помощью контрольных точек, о которых мы с вами еще и говорили. Здесь хочу обратить внимание, что вот такие две возможности есть по контрольным точкам. Дернемся с вами подробнее через пару минут. Обычно мы привыкли с вами посмотреть на проект по разрезе конкретных задач, построение цветного дерева задач и исполнителей. Давайте посмотрим, как это сделать не вручную, добавляя каждую задачу, каждую еху, трудозатраты каждой задачи исполнителя. А как это сделать более удобным способом, если мы смотрим, что какие-то проекты у нас уже используются в проектах, то есть мы идем, создаем и так далее. И, наверное, этот функционал, к которому мы действительно привыкли. А с клиент-оборотом мы только знакомцы, поэтому разработчики посмотрели именно такую функцию. Возвращаясь на страничку списка проектов, у нас есть кнопочка «Еще», «Сервис» и «Загрузка из Microsoft Project». Здесь мы именно выбираем файл. Хочу обратить наше внимание, что файл из Microsoft Project мы сохраняем не в обычном формате MPP, а в формате XML. К сожалению, это единственный формат, который может прочитать эмоциональный оборот, в принципе, создация на базе предприятия также. Это делается просто, мы просто открываем наш проект и ждем «Сохранить как» и выбираем из списка именно формацию расширения XML. Если вы этого не делали, то можете попробовать, несложно. Затем этот файл сохранем и открываем. В поле «Откуда загружать» и, собственно, «Куда загружать». Если мы не указываем проект, а «Куда им пустует», то у нас будет создан новый проект. Здесь есть подсказка. Собираем наш проект. Заполнился его вид сразу. Предварительно мы можем очистить все задачи в проекте, которые мы, возможно, создали, возможно, ошибочно или нужно перезаписать весь план задач. А также, если у нас есть две версии, мы можем загрузить только обновленные или не обновленные данные. Это галочка «Загружать ресурсы в исполнители проектных задач». Тоже обратите, пожалуйста, внимание на нее, потому что если мы в нашем проекте указали исполнителей задач как сотрудников, то есть кто это ставить? Если же мы указали, если не указали, кто будет исполнителем задачи или указали, допустим, что это просто консультант, специалист, руководитель проекта, параллент. Такое у нас не подойдет, потому что система будет сравнивать конкретно с ИО и загружать из программы из нашего списка проектная команда сотрудников, которых мы здесь указали именно в том формате. Поэтому, прежде чем, если вы хотите, чтобы сразу автоматически участники проекта, исполнители подгрузились вам, то вам необходимо немножко подкорректировать сам проект и указать исполнителей в таком формате, как они указаны здесь в проектной команде. В данном случае у нас не указана адаптная команда, как в системе один из документов обратно, поэтому мы снимаем эту галочку, чтобы у нас не выпадали ошибки. И жмем загрузить. Если в ходе демонстрации видите, что звук ухудшится или что-то, за что, пожалуйста, пишите. Я сейчас покажу и смотрю, что здесь нам нет, когда допустим систему. Крутится для того, чтобы посмотреть, что у нас происходит в нашем части. Как видите, у нас завершён импорт проекта и давайте посмотрим, что именно у нас загрузилось и как теперь выглядит план работы. Как видите, все данные у нас загрузились из предварительно подготовленного файлика в проект. Красненьким подсвечиваются те задачи, срок у которых уже просрочен по началу. Как видим, 1.06.20 у нас уже с вами прошло, поэтому они подчёркнуты красно. Также обратите внимание, перед тем, как работать с задачами, выберите режим просмотра тот, который наиболее всего подходит для вашей задачи. Если выбираете, мы посмотрим, какой режим просмотра планирования. Здесь у нас есть возможность сразу посмотреть. Начало окончания, длительность и трудозатраты предшественники и исполнителя. Эта колонка у нас означает на контроле, стояние контроля, то есть находится ли задача на контроле у колода, по строкам или по качеству выполнения. А если посмотреть в режиме просмотра отправка на выполнение, мы сразу видим, что у нас красненьким подчеркивают те, которые запланированы, но не отправлены. Вот таким жирным шрифтом у нас главная задача. Это отчётное. Фактическое начало. Например, мы запланировали задачу, комментированную шестое, и отправили её на выполнение только сегодня. В режиме просмотра контроля выполнения у нас отражается состояние, здесь состояние будет изменяться в соответствии этого выполнения для выполнения или, возможно, возвращено на доработку. Тоже такое бывает. в режиме просмотра анализ трудозатрат, увидим, какие были плановые трудозатраты по задаче и какие по факту, кто исполнитель. Полный режим включает в себя все перечисленные колонки, собранные из предыдущих четырёх режимов просмотра. Наиболее полный режим. Ганта. Тут о практическом применении тоже можете судить сами. В принципе, знаю, что пользуется тоже не полным режимом, но обычно переключается на тот режим, который сейчас актуален. И, конечно же, диаграмма Ганта. Диаграмма Ганта тоже, если мы пользовались проектом, знаем, как работает те же функции. Эти функции здесь у нас не представлены. Так, что ж. Ну, этапы планирования. Если у нас исполнители не заполнены или мы не заполнили их в Microsoft Project, мы их можем заполнить здесь и указать из того списка проектной команды, которую мы указали. Выбрать другого сотрудника, который не находится в проектной команде невозможно. Изначально его нужно добавить в проектную команду в карточке нашего проекта. Записать и затем еще раз открыть план, и новый сотрудник будет доступен для выбора исполнителя. исполнителем задачи. Исполнителем задачи может быть не только один сотрудник, но и несколько. так же можно открыть карточку задачи, где мы заполним те же данные, которые нам здесь отражаются в режиме полный. Только по каждой задаче отдельно. Где задача находится? план-факт по началу, по длительности и по трудозатратам. Это вверх в галочках ставим, если задача крупная, до нее невозможно поставить. Длительность выполнения. Затрат. Это как-то означает главную задачу. Всполнителя. Какая задача является предшественником. И также очень гибкий настройки по карту задачи. Как видите, у нас также есть в раскладочке категория. Она есть как и в проектных задачах, это карточка проектной задачи, так и в карточке проекта. Эти закладки отображаются, поскольку на системе в нашей институционной включена опция «Фотеризация». Мы можем присваиваться некоторой категории, как видите, не только документам внутренним исходящим, но и проектам, проектным задачам. Возможно, у вас там и не используется эта опция, а то значит, что такая возможности имеется. Приключимся обратно на наш план проекта и отправим задачу на выполнение. Каким образом это происходит? В данном случае, если не переключаться от режима «Тракт» на выполнение, для того чтобы было удобно смотреть статус задач в их проекте. И нажимаем кнопочку «Отправить» на исполнение. Как видите, здесь в форме создания процесса исполнения у нас автоматически остался тот исполнитель, которого мы указали из проектной команды в карточке проекта. Здесь тоже обратите внимание. У нас есть реквизиты, как «Проверить» и «Контролер» и «Количество циклов». Что значит эти реквизиты? Проверяющий, он проверяет качество выполнения задачи. Понятно, что если мы не хотим не проверять, не контролировать по срокам задачи, мы просто оставляем пустыню эти реквизиты не исполненных. И, соответственно, если исполнитель выполнит задачу, она просто завершится тем, что будет выполнено. Одинственным исполнителем здесь является сам исполнитель по задаче «Отправить» и «Отправить». Если же мы решили, что нужно эту задачу проверить после выполнения или назначить другого сотрудника, чтобы он проверил выполнение за нашим Петровым, мы указываем этого сотрудника из списка. Также, в принципе, срок, который можем указывать, можем не указывать. Это будет для задачи выполненной. То есть срок проверки у нас будет там дозавр. Потому что исполнитель еще, допустим, не выполнит свою задачу, поэтому тут срок проверки может ставить с запасом больше. «Контролер» — это сотрудник здесь тоже выполняется таким же образом. «Контролером» является тот сотрудник, который контролирует выполнение задачи по срокам. Обычно ставим руководителя нашего исполнителя или руководителя проекта, или там все у нас на практике большое деление по ролям сотрудников, которые часто ставят. Рекомендуется ставить тех сотрудников, которых вы считаете нужно. «Контролер» контролирует сроки. Конечно, это патологично, но это так. Если мы задачу отправляем на исполнение и заполним контролер, у нас будет отмечена галочка «К». Я сейчас покажу, как это выглядит. В списке задачи, самой задачи и контролеру также проведет задача контролировать выполнение вот этой задачи. Здесь настраиваются вот такие опции. Значит так, стартуем и закрываем. Предупреждает у нас система, что у нас срок повышает планов даты окончания задачи. В данном случае соглашаемся и запускаем. Как видите, у нас что изменилось? У нас изменилась эта иконка. Она означает, что здесь задача сгенерирована и она отправлена на исполнитель. По ней происходит какая-то работа. Иконка «Человечка». Статус выполняется и начало «Факт», то есть когда мы отправили задачу. Давайте зайдем под нашим Петровым и посмотрим, каким образом это выглядит для исполнителя. Мы зашли в систему одинаковых климат-оборот под Петровым. Вот такой приятный интерфейс нас встречает, как обычно. И переключаемся в иконку «Задачи меня». Среди множества задач Петрова мы видим крайне нижний в данном случае, самая свежая новая. «Проектная задача». Это проектная задача. Как видите, здесь в списке задач у нас проектная задача идет с индексом. То есть мы сразу можем определить, что это проектная задача. «Проектная задача». Что мы можем здесь делать? Изнять исполнение, создать под задачу. Например, мы можем выставить процесс таким образом, что отставлять задачи на исполнение руководителям подразделений, а затем руководителям, получая задачу на исполнение, пересылают ее или распределяют между своими сотрудниками это подразделение и таким образом выполняют ее. Сразу здесь, пока мы в задаче, хочу немножко рассказать о том, каким образом мы контролируем и вносим изначально и контролируем трудозатраты по проекту в целом. Трудозатраты по проекту в целом суммируются из задач и из трудозатрат по тем задачам. Как мы можем внести свои трудозатраты? Есть несколько способов. Давайте посмотрим на саму задачу. Получили задачу, нам понятно, что делать. Здесь обычно идет у нас описание или также приложен документ. Если у нас принято решение работать по хронометражу, то есть фактически заполнять временем, которое было потрачено на эту задачу, по цветам счетчика, здесь есть такая возможность. Не все задачи выполняются 8 часов, 4 часа ровно, 2 часа ровно. И задачи, которые можно выполнить за 7 минут, но их много. Такие задачи есть для того, чтобы правильно работать с ними и, скажем так, измерять трудозатраты. Есть такая вот кнопочка «Включить хронометраж». Нажав на эту кнопку, исполнитель начинает работать задачи, при этом счетчик, скажем так, тикает, то есть считает его трудозатраты. Если он решил сделать паузу или завершил внесение изменений в документ, который нужно было сделать, допустим, исполнил задачу, он отжимает эту кнопочку, появляется окошко внесения трудозатрат. Здесь также есть тоже настройка. Минимальное время для включения хронометража. В одном случае это 15 минут идет. То есть вот такое вот деление. То есть если меньше 15 минут, то это не считается. То есть значение можно ставить уже каждое по своему осмотрению. Если сотрудник может заниматься несколькими задачами одновременно, то есть делая документ, что-то зависло, он начинает делать другую задачу, такое мультитаскинки немножко. Теперь рекомендуется использовать внесение записи о трудозатратах отдельно. Здесь мы отжали кнопочку хронометража, и минимальное значение у нас не 15 минут, а 1 минута даже можно по 1 минуте считать. И сразу по отжиманию этой кнопочки система предлагает подтвердить и записать, чем мы занимались, когда занимались и какие были затраты времени, если нужно подкорректировать. И указать вид работы тоже. Это отдельный сплавочник. Он заполнен по умолчанию довольно обширно, но можно также его заполнить. Делали здесь отдельную папочку «Проектная работа» и виды работы, которые у нас указывают для проекта. «Подготовка документов». Окей и «Добавить». Давайте, в принципе, для показательности… запомним, что мы здесь указали 30 минут. Если хронометраж нас не устраивает по каким-то причинам, или мы занимаемся несколькими задачами, одновременно мы можем вручную указывать эту затрату к каждой из задач. Открывается такая же форма, только здесь уже счетчик, как видите, не автоматически считает время. А мы указываем вручную. И указываем так же, чем именно мы снимались. Если задача не исполнена, то есть она находится у нас на исполнении. Мы сделали только часть работы, внесли трудозапрату. Допустим, мы ушли на обед или в окончании рабочего дня, мы ушли домой, вернулись на следующий день, открыли ту же задачу, продолжаем по ней работать, либо включили хронометраж, либо указали трудозапрату, и затем исполнили. Таким вот образом это происходит. Мы рассмотрели два способа, как можно указать трудозапрату из карточки документа, из карточки задачи. Это хронометраж и вручное указание трудозапрат. Можно, допустим, если у нас задача очень длинная, трудозапратная, мы делаем какое-то обследование или анализ документа, который занимает 6 часов. В принципе, можно указать эти трудозапраты в самой карточке проектной задачи из списка задач в проекте. Заходим в карточку проекта, открываем список задач, план проекта, перемещаемся в карточку и указываем здесь наши трудозапраты. То есть здесь видно трудозапраты по этой задаче, и мы можем создать отсюда такую же трудозапрату с той же формой, с которой мы уже сталкивались. Допустим, если задача большая, мы начали над ней работу. Вчера закончили, сегодня указываем и записываем. А, извините, тут мы сейчас под администратором. То есть хотим внести. Понятно, что эта система нас предупреждает, что вы не можете внести эти трудозапраты, потому что вы администратор, вы руководитель проектора. А здесь пользователь, исполнитель этой задачи, исполнительной задачей является у нас трудозапрат. Поэтому даже администраторы не позволяют внести трудозапраты. Такой вот контроль над частотой внесения данных, особенно по трудозапратам, происходит в нашей системе. То есть третий вариант – это показать трудозапраты из закладочки трудозапраты. Еще есть тоже один вариант. Давайте вернемся к нашему Петрову. Допустим, Петров сегодня сделал несколько задач. Две из которых были проектные, а остальные непроектные. И нужно как-то это все разделить и, соответственно, указать, что какие задачи были выполнены, на что потрачено время, какие трудозапраты. Это можно сделать, создав ежедневный отчет. Функционал рекомендую к использованию, если у вас идет оплата труда в зависимости от отработанных часов для сотрудников. Как видите, мы уже под Петровом внесли трудозапраты по определенным задачам, включив хронометраж и внеся трудозапраты в карточку. И, естественно, они сразу же вывелись в ежедневный отчет. Плюс также можно добавить. У нас была работа по проекту. Задача 1, 2, 3, 4. Затраченное время. Вид работы тоже обязательно указываем. И указываем проектную задачу, в которой мы являемся исполнителем. Здесь автоматически присутствует фильтр. Видите, вот эта галочка у нас как раз и отражает. Записали и закрыли. Вот такие вот 4 способа. Давайте теперь посмотрим, что у нас происходит в нашем проект. Ага, мы, наверное, указали. Давайте еще раз попробуем ежедневный отчет. Добавим. Угу. Так, у нас большая техническая техническая момент. Это, скорее всего, связано с отростками прав. Поскольку мы сегодня не занимались. А вот нам и вылезу немножко. Окей. То есть, в принципе, все задачи, которые у нас указываются этими четырьмя способами, трудозатраты по задачам, они вводятся в трудозатраты не только по данной задачи, но и по проекту в целом. И таким вот образом. Понятно, что анализировать упороченное время трудозатраты, а также смотреть на другие данные в разрезе проекта или в разрезе задач, мы можем не только из самого плана проекта, но и с помощью встроенных отчетов, которые у нас имеются, раздел «Совместная работа» и «Отчеты». Открывается список всех отчетов по совместной работе. Сейчас нас интересуют отчеты по проектам. В принципе, типовые отчеты здесь представлены с курсовым количеством согласно, но при этом учтите, что это система 1С предприятия. А система 1С предприятия позволяет добавлять в таком ручном режиме свои настройки, свои фильтры. Вот здесь у нас находятся какие-то дополнительные параметры, которые нам нужно выводить, а также легко дорабатывать. Соответственно, все данные, которые нам нужно увидеть, мы, в принципе, без лишних наших трудозатрат сможем вывести и показать. Хочу отметить удобное для руководителя проекта «Отчеты». Заходим и смотрим задачи, которые на текущий момент на сегодня, которые должны закончиться. Соответственно, это нам указывает, как руководитель проекта, куда мы должны сегодня обращать наше внимание, куда мы должны работать, что мы должны контролировать, какие задачи должны скоро начаться. и мы должны убедиться, что там некоразбедник раскрыл по срокам. По руководителям, по состоянию и план факт по трудозатратам, по проектным задачам, по срокам, а также в целом по проектам. То есть у нас здесь выведено весь список проектов, и в крупном делении мы видим, что у нас есть такой список проектов. По данному проекту мы перелимители, по данному проекту мы количественные трудозатраты вышли гораздо менее объемными, чем мы планировали. Допустим, крупное деление, которое мы можем смотреть и анализировать. Вопросов нет или, возможно, пишите вопросы, если появляются нет. Нет, пожалуйста. Давайте с вами вернемся к моменту, о котором еще вначале упомянула, но не рассказала. Что такое контрольные точки? Как вы помните, у нас настройках программы, настройках проектов. Есть и такая галочка, контрольные точки. Если мы ее снимаем, у нас, точнее, по умолчанию она у нас присутствует. Если мы ее снимаем, у нас становится невозможным вести проект по контрольным точкам. Это выглядит таким образом, КТ, кнопочка в проекте. Также обратите внимание, что у нас есть возможность посмотреть уровни контроля, которые предлагает методология документооборота, а также, если нам не подходит, добавить свои или изменить. в проекте. Ну, тут видите, да, что у нас эстетические, технические и оперативные. Так. Обычно у нас проект ведется, как я говорила, что с помощью вот такого плана проекта довольно четкой архитектуры и детализацией задач. с помощью СДР структурной декомпозитной работы. Но при этом мы можем либо параллельно, либо в принципе не ввести СДР, а ввести по контрольным точкам проекта. Как это выглядит? На другом примере покажу. Ну, поскольку здесь у нас хороший пример, отправляется по КТ. Заходим в план, он пустой, да, как проект уже, как он либо инфицирован, либо завершен, а план пустой. Вот таким вот образом по контрольным точкам. Что у нас здесь происходит? Вообще контрольные точки – это механизм, с помощью которого можно легче, проще управлять проектом по сравнению с СДР. Почему легче? Потому что этих задач, их контрольных точек, их в принципе меньше, чем задач. Почему так происходит? Потому что СДР у нас предполагает четкую архитектуру и расписание, четкое расписание конкретных задач. Детализация до каждой мелкой задачи вплоть до 15 минут, да, как мы с вами смотрели, до минуты. Но при этом, если проект большой, да, и нам нужно выделить точки, которые можно считать какими-то достижениями, да, там, в ходе выполнения проекта. И нам их нужно прозрачно видеть. Если мы будем смотреть на эти точки в среде большого количества задач, может быть 800, как вы знаете, да, 800 задач по плану проекта. Как мы можем увидеть контрольные точки, к выполнению которых мы стремимся? Ну как, можем сделать параллельно вот такую систему контрольных точек. Вот рекомендуется сделать их меньше, чем задача, потому что это довольно крупные контрольные точки. Видите, здесь несколько таких вещей, как подготовить проект договора, там, утвердить договор, откорректировать договор, согласовать с заказчиком. И сразу у нас есть контрольная точка, предъявительное мероприятие, что проект нефицирован, все документы подписаны, и мы, скажем так, начинаем выполнение, да, то есть эта контрольная точка предполагает учение в себя всех этих задач, которые в типичном СДР мы могли бы расписать в каждом исполнителе. В принципе, можно использовать и СДР, и контрольные точки. у нас будет, скажем так, возможность посмотреть на проект не только там в профиль, да, но и с другого направления, в данном случае это по контрольным точкам. Посмотрите, вот сюда, в крайнем левом углу у нас есть только некоторый светофор. Этот светофор, он показывает вероятность прохождения контрольной точки. Механизм сейчас работы не буду рассказывать, то что значит, что здесь у нас, чем мы работаем, ведем проект, управляем им, управляем ходом проекта по контрольным точкам, то мы видим информацию по нему очень-очень укрупненно, но при этом есть возможность провалиться в конкретную карточку контрольной точки, посмотреть, что именно, скажем так, пошло не так, где есть риски и так далее. То есть, есть возможность таким образом управлять проектом. Понятно, что у нас здесь есть, попадаются все плановые сроки, как в задачах обязательно, собственно, это данные, по которым считается наш светофор ответственный, проверяющий, и также там свои коды, которые, как вы знаете, зависят от нашей организации, как у нас в комментариях, где маркировки у нас используются. Также оказывается уровень, да, здесь у нас отличается. Еще одна вещь, в принципе, тут, знаю, что возникают вопросы, поэтому эти сети, давайте, пожалуйста. Еще одна вещь, о которой я хочу вам рассказать, это про, наверное, издалека захотите, то это про удобство использования платного управления именно в документообороте. Если вы пользуетесь документооборотом, вы знаете, что у нас есть документы, внутренние документы, входящие и исходящие. И есть свои процессы, по которым документы проходят, обрабатываются, не обрабатываются, активируются, согласовываются и так далее. Все эти документы, они могут быть взаимосвязаны с внутренним, скажем так, связанным между документами, да, в том виде, да, договор может быть связан с допусклышением, как это есть в реальной жизни. Но при этом, если мы занимаемся проектной деятельностью, у нас понятно, что есть документы, которые относятся к тому или иному проекту. Если мы включаем проектный учет в программе, у нас появляется в каждой карточке документа, то есть это внутренние, исходящие, а также мероприятия, файлы. Вот такой реквизит проект. Этот реквизит, он не обязателен к заполнению. То есть у нас может быть документ не привязан к проекту, это абсолютно логично. Но при этом есть возможность его привязать. Опять же таки мы сейчас под администратором. У нас немножко… так… переименовался наш проект. Окей, мы его все равно узнали, заказчик или нет. Мы выбираем наш проект и указываем его как документ. Теперь наш документ, который здесь мы открыли, у нас относится к проекту. Такое же поле присутствует как выходящих, так и исходящих документов. А также электронные почты. То есть письмо может быть привязано к проекту. Давайте посмотрим, как это выглядит. Таким же образом у нас есть поле проект, заполняем записывание. Для примера сейчас также покажу файлы мероприятия. Так. Понятно, у нас… Момент. Хорошо, тут плохой пример. Ну, мероприятия, они тоже поддерживают… скажем так, подтягивания в проекты. То, что здесь нельзя, это скорее исключение по правам файлы. Давайте попробуем в каком-либо файле. Так. Понятно. Посмотрите. Тут дело в том, что файл был создан изначально. Для того, чтобы файл был привязан к проекту, его необходимо создавать на проект. Или файл, чтобы он находился в каком-либо документе. К сожалению, так происходит, но так и есть. Возможно, фирма где-то что-то будет делать, но пока так. Теперь давайте посмотрим, как выглядит привязка наших документов, которые мы только что указали в форме самого проекта. Открываем документы и видим сразу то, что у нас есть. «Привязанный документ внутренний», «Привязанный документ входящий». «Исходящих» мы с вами не указывали, соответственно, это здесь не будет. Также можно указывать… здесь отражаются все документы внутренние, которые проходят по этому проекту, у которых указаны в реквизит. можно сделать таким образом, что, в принципе, для определенных видов документов реквизит проект будет обязательным. Это делается, например, для того, что если у нас есть четвертый вид документа, который является проектным, чтобы его не можно было только создать без указания документов, которые принадлежность к определенному проекту. Таким же образом у нас файлы. Как видите, да, то есть файлы здесь подтягиваются из файлов, которые лежат в документах. То есть они здесь возникли списком для того, чтобы мы смогли быстро найти тот документ, который нам нужен. А также мероприятия. Ну, тут мероприятия… Понятно. Таким образом, скажем так, у нас работают документы обороты для того, чтобы не поддержать, а организовать и дать возможность управления проектами, не выходя из привычного нам уже интерфейса, которым мы пользуемся. – Понятно, что этот функционал полностью не уходит от Microsoft Project. Понятно, что там есть вещи, которые в Project реализованы лучше, чем в документе обороте. Например, это изначальное планирование по задачам. То есть мы вводим список задач изначально в Project. Затем уже его согласовываем, допустим, конвертируем, корректируем, проставляем и согласовываем все плановые затраты. А затем мы его загружаем уже для организации работы проекта команды именно в документы оборот. создает свой файлик в Project, заполняет все данные, которые ему нужно, планирует делать свою работу. Затем создает карточку, потягивает ее сюда для того, чтобы мы его смогли отправить документное согласование и так далее, откликтировать и начать работу уже с помощью такого функционала, который, как видите, довольно, после ознакомления, довольно простой в работе, но при этом базовая функция отработана очень хорошо. Особенно, мне лично нравится, как организовано участвовать до затрат. То есть, в принципе, сотрудник, который работает в документно-обороте, он уже знаком с интерфейсом. А для проектов нужно использовать другую систему, допустим. И он перескалькает между двумя системой здесь. Скажем так, интегрировано в один интерфейс и есть определенное в этом удобство. Плюс то, что у нас есть связи. Понятно, что если проект у нас длится год и так далее, здесь будет довольно много документов, вся документация техническая, если у нас проект такой изначально, и так далее. Но при этом, с другой стороны, несмотря на то, что большое количество документов, у нас есть актуальный архив. И не только сам архив, сам документ, его файл. У нас есть возможность и необходимости взглянуть на историю, как этот документ согласовывался. Допустим, если у кого-то были какие-то противоречия в комментариях, задавались вопросы, было не согласовано, да, то есть есть возможность после двух лет, допустим, да, работать по проекту, какой-то вопрос возник про начало проекта. У нас есть возможность реально не то, что вернуться, а буквально в несколько кликов посмотреть, что действительно происходило. А также это очень актуально, если проектная команда меняется. Как вы знаете, если люди на практике поменялись, очень трудно сразу для задачи собрать все документы, ознакомить все документы. А так у сотрудника просто расшаривается доступ на карточку проекта, и сотрудник может посмотреть документацию и, собственно, там изучить все свои вопросы, которые необходимы. В этом плане здесь легко работать. Да, есть моменты, которые, возможно, не так отработаны в лучшем проекте, но функционал документа оборота и не намерен заменить проект. Видите, документ оборот работает с Макседпроектом в связке. Понятно, что можно не только один раз загрузить план проекта из проекта, можно его постоянно обновлять. Допустим, если у нас документы обороты настроены на работу пользователей и раздача задач на исполнение, но при этом аккураты проекта и руководители проекта и технические руководители между собой решили, что некоторые задачи можно откорректировать. они корректируют в Microsoft Project, согласовывают, затем подгружают в систему и задачи актуализируют. Что ж, время, наверное, для вопросов. Буду рада ответить. Контролер задачи в какой-то момент получает какие-то задачи или уведомления? Да, получает. Контролер задачи получает задачи вместе с исполнителем. Контролер отвечает за сроки, соответственно, он должен видеть эту задачу у себя и смотреть. У нас время исполнения завтра, задача пришла сегодня, нужно обнуть, допустим, исполнителя, чтобы он побыстрее ее закончил. Он получает не уведомление, а вот такую же задачу у себя на рабочем столе, допустим, Долгин, да, задача мне. И здесь у нас будет задача проконтролировать. Проконтролировать – задача какая-то. И дальше сюда приходит и выполняет свою работу. То есть есть возможность посмотреть, что исполнит, если у меня задача какая-то нет. Посмотреть, что исполнитель, скажем так, пнуть его, если у нас такое результат. Смотреть сразу в перелист в проект, посмотреть карточку проекта, карточку задачи, что происходит. Конечно же, если у этого сотрудника есть права на просмотр карточки проекта. То есть если права, если настройка прав запрещает контролеру или ответственному просмотреть карточку проекта, то он не сможет это зайти. То есть будет доступ только к самому тексту задачи. Таким вот образом настроена. Возможно, какие-то еще вопросы есть. Ага, точно. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Так. Предусмотрен ли функционал автоматического формирования задач на исполнение этапа проекта по дате начала этапа? Тут, к сожалению, нет. Тут нужно каждую задачу отправлять на исполнение. Для чего это сделано? Это сделано, наверное, для того, чтобы убедиться в правильности и корректности настроек задач исполнителя. То есть мы, когда отправляем задачу на исполнение, мы еще раз просматриваем внимательно, все ли корректно, куда-то что не так ставим. И отправляем. Есть ли отчет по исполнителю или руководителю проекта, в котором отражаются все проектные задачи по всем проектам за интересующий промежуток времени в виде диаграммы ГАНТа? А, нет. К сожалению, в виде диаграммы ГАНТа у нас возможно только посмотреть в таком обычном режиме, в режиме просмотра по диаграмме ГАНТа из карточки проекта. Но при этом мы все помним, что мы работаем в 11 предприятии, и это система, которая позволяет нам гибкую настройку и, скажем так, безболезненное вмешательство для того, чтобы отразить те данные, которые нам необходимы. Кстати, здесь, наверное, не то, что вы имели в виду, но все-таки похоже. Здесь мы можем выбрать исполнителя в самой диаграмме ГАНТа. И вот таким вот образом. Кстати, возможно, это ответ на ваш вопрос. Отдельного отчета нет. И, возможно, вот таким образом, с полной функционалом пользоваться, что по исполнителю по данному проекту. у нас выводятся все задачи, в которых является исполнителем сотрудник Петров. Но при этом, если нам нужно, допустим, несколько... Допустим, если у нас сотрудник Петров принимает участие в нескольких проектах, то здесь нужно будет отдельно смотреть. Или просто делать отдельный отчет, который бы нам показывал ответ на вопрос. Опять пробуется. Да, Дмитрий, надеюсь, что... Надеюсь, что помогло. Да, действительно, это отчет только по одному проекту. Это так. Что ж, пока, вроде, вопросов больше нету. Думаю, будем завершать. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok